Добрый вечер читателям и подписчикам сайта Вести Киезет. У нас сегодня интервью с Тиаго Кузловски, который после работы в Казахстане сейчас делает карьеру в сборной Бразилии. Недавно такое для нас произошло событие, что Тиаго стал помогать Рамону Менезесу в сборной Бразилии. Это очень высокая ступень. Хотелось бы узнать, как произошла эта история. В первую очередь я хотел сказать всем добрый день и хотел поблагодарить вас за это интервью. И также поблагодарить всех ваших подписчиков, кто будет смотреть это интервью. И наши отношения с Рамоном, они возникли, то есть начались с 2019 года, когда мы вместе проходили обучение на лицензию БФ в Федерации Бразилии. И на тот момент, когда я находился в Австралии работал, он находился в Бразилии. То есть он всегда говорил, когда мы получим лицензию ПРО, если поступит какое-нибудь предложение, я всегда с тобой тебя позову. И в 2020 году Рамон возглавил Васку Дагам в Иуде-Жанейро. Он меня позвал. То есть мы начали с ним работать в Васку Дагам. После этого у нас был опыт работы в Витове, это из штата Баия. Потом СРБ, команда такая есть в Бразилии. И вот в Скове мы с ним вместе дошли до сборной Бразилии. Наша, получается, совместная работа именно в сборной Бразилии началась с турнира Каверсика. Это турнир проходил в Уругвае. После этого мы поехали, получается. То есть в этом турнире мы потом стали вице-чемпионами в этом турнире, тоже в Уругвай. После этого мы поехали на Южноамериканский Кубок, где стали чемпионами, обыграв Уругвай в финале. Это дало нам возможность попасть на чемпионат мира после 11 лет. И как раз после этого успеха Федерация Футбола Бразилии сделала предложение Рамону возглавить национальную сборную. И тогда Федерация устроила нас в целом. Спасибо. Вот такой вопрос. Какие функции Тиаго исполняет в данный момент сборной Бразилии? Я являюсь как вторым тренером, непосредственно ассистент главного тренера. Если вдруг Рамон получает удаление, так сказать, на следующий матч, дисквалификацию, то я возглавляю команду как после него. В основном я занимаюсь именно работой постановок тренировок, именно работой с командой и так далее. Рамон уже больше отвечает за стратегическую часть нашей работы. Как получилось в Узбекистане, Рамон получил третью карточку, то есть желтую, и его дисквалифицировали с матчем сборной Узбекистана. И получать Тиаго, как следующий матч был, как главный тренер уже возглавил. Непосредственно являюсь как второй тренер команды. Вот такой вопрос, насколько вообще, даже лично восприятие, что ты работаешь в разных странах, в клубах, но тут реально сборная Бразилии, вот такой уровень сразу, как это ощущается вообще? Чтобы вы просто понимали, для любого бразильца это мечта работать с национальной командой. И это очень сложно дойти именно до национальной первой команды, то есть любой Бразилии. И когда я получил предложение впервые работать со сборной Бразилии до 20 лет, я был очень горд, и я даже заплакал, потому что здесь, когда вы приходите в команду сборной Бразилии, то есть вы надеваете эту футболку, именно желтого цвета, с пятью звездами на эмблеме. Самая титулованная команда, кто выиграл больше всего чемпионатов мира в мире, это не просто так, то есть это не у всех такая возможность есть. И всегда, когда вы приходите, возглавляете сборную, вы всегда понимаете, что вы приходите, чтобы побеждать, потому что в Бразилии никто не готов милиться со вторым местом, только с победой. Поэтому вот это чувство, это большая ответственность, но это также большая гордость, то, что эта мечта воплотилась в реальность. Это был мечтан, что в Бразилии очень требовательные болельщики, и очень сильно достается и тренерам, и игрокам, когда происходят провалы на каких-то турнирах. И вот такой вопрос к Тиаго, насколько вообще готовы, на какой уровень критики происходит, допустим, с ними сейчас, с их штабом, и насколько готовы критики? Потому что вот последнюю игру с Марокко мы, помним, проиграл, товарищеский матч с Бразилией. Ну, то есть начало такое было. Мне очень удачно, и вообще в целом хотелось бы знать. То есть это нормально, потому что в Бразилии 300 миллионов жителей, да, то есть очень большое население. И, конечно же, где-то каждый внутри считает, что он знает, как сделать лучше. То есть каждый считает где-то себя тренером. И это нормально, что у каждого есть свое мнение. И, как вы сказали, да, это давление, оно везде даже, во всех больших клубах Бразилии. Допустим, я сейчас на данный момент работаю в футбольном клубе Кадетиба, и даже там очень большое давление оказывается на тренеров. Конечно же, в сборную Бразилии мы попали, да, получили данное предложение, исходя из нашего прошлого опыта, то есть из нашей прошлой работы, как мы ее делали. И да, конечно же, этот первый же матч, как мы возглавили, Бразилия не имела права проигрывать, но, к сожалению, это произошло. Но, опять же, когда мы пришли в сборную, сразу же президент нас попросил сделать изменения. Мы взяли пять человек из Ю-20, то есть юных футболистов, которые никогда еще там не наступали на поле, да, в футболке именно сборной Бразилии, и они там дебютировали некоторые. Поэтому всегда, когда какой-то новый проект начинает создаваться, какое-то обновление идет, всегда это немного тяжело. И плюс, тем более, против такой команды, как Морока, которая заняла четвертым местным чемпионатом мира, ребята, футболисты, которые играют шесть лет уже вместе, это не оправдание, но, к сожалению, так получилось. Но всегда, когда начинается какой-то новый этап, испытываешь трудности поначалу, и потом все должно получиться как нужно. Смотрите, это очень хороший вопрос. Помимо того, что в сборной Бразилии, да, допустим, эти топовые игроки, они отличаются там более высокой техникой, да, более высокими качествами, помимо этого у них еще и когнитивные способности очень высокие. Когда я как тренер работаю, допустим, с этими игроками на определенном уровне, я не переживаю за те вещи, за которые я переживаю, когда работаю со своими футболистами на своей основной работе, то есть в своем клубе. То есть когда ты работаешь в клубе, порой тебе приходится корректировать правильное расположение корпуса, то есть в полоборота находиться, чтобы большую часть поля видеть, то есть работать с той ногой, которая, допустим, то есть давать передачу под удобную ногу, дальнюю ногу от соперника и так далее. Но когда ты приезжаешь, ну, когда ты работаешь в сборной Бразилии, все эти футболисты, они уже готовы, они уже приезжают, и тебе не нужно, то есть тратить время на данные детали. Они уже это все автоматически сами делают. И, наверное, самый большой вызов для тренера, работать в национальной команде, это создавать данные маленькие вызовы для футболистов в этой команде. Каким образом? То есть они уже находятся на высоком уровне, они уже находятся в сборной Бразилии, и поэтому мне, как тренеру, нужно постоянно создавать эти маленькие вызовы. Каким образом? В тренировочном процессе, то есть давать новую информацию, чтобы они думали, чтобы они бегали, чтобы тренировки были действительно на уровне, чтобы они с каждым днем что-то находили новое, то есть подчеркивать для себя с этого тренировочного процесса. Сейчас, насколько известно, сборная Федерации Футбола Бразилии продолжает поиски тренера, потому что Рамон Менезес был приглашен на роль исполняющего обязанностей. В связи с этим такой вопрос, насколько, по мнению Тиаго, команда Менезеса задержится во главе сборной Бразилии или вообще получит назначение, допустим? Есть ли такой шанс? Мы стараемся быть реалистами в данной ситуации. Мы попали в сборную Бразилии, получили данное предложение из-за того, что выиграли южноамериканский кубок. То есть мы это знаем, мы это понимаем, что Федерация Футбола Бразилии сейчас ведет договоры с разными топовыми тренерами, как Анчелотти, которые победители, да, и не раз выигрывали Лигу Чемпионов, и выигрывали Чемпионат Мира на клубном уровне, и вообще у них очень много титулов. Мы это понимаем. И президент Футбола Федерации сразу дал нам это понять, что они будут вести переговоры. То есть, смотрите, и мы как бы являемся работниками Федерации Футбола Бразилии, то есть мы стараемся, ну, выполнять, да, то, что нам скажут, то, что нас попросит президент. Сейчас наш фокус переключится на Ю-20, на Чемпионат Мира, который планирует быть в мае. И если, дай бог, мы покажем хороший результат на этом Чемпионате Мира Ю-20, возможно, даст нам возможность поработать с Олимпийской сборной Бразилии, на следующих Олимпийских играх с сборной Бразилии. Поэтому это, наверное, наша сейчас основная задача, то есть провести хороший Чемпионат Мира с Ю-20 и получить возможность выступать на Олимпийских играх с Олимпийской сборной Бразилии. Насколько известно, Чемпионат Мира должен был состояться в Индонезии, молодежной Ю-20, но его перенесли и оттуда, там, по некоторым причинам. И вот в связи с этим такой вопрос, как вообще подготовка к нему, там, и прочая работа, да, будет меняться. То есть я, ну, я еще точно не помню, сроки вроде сохранились, но страна поменялась, помню. Да, конечно же, подготовка, она будет меняться, и она изменится, потому что, допустим, изначально было, как бы планировалось, да, в Индонезии, и мы планировали следующее, чтобы пройти акклиматизацию, пройти адаптацию по времени, то есть разница во времени и так далее. Наш план был либо где-то вот в Гудаби, поехать изначально, и потом уже отправиться в Индонезию. Все говорят, все, ну, как бы, рекомендуют, как бы, говорят, что будет в Аргентине, то есть это Чемпионат Мира. И Аргентина, как вы знаете, находится потом с краю от нас, то есть и для нас это, наверное, будет даже очень хорошо, потому что мы уже знаем и климат, и знаем, как Аргентина, как страну, и знаем, ну, в общем, все, то есть нам намного будет проще. Но, к сожалению, этот Чемпионат, скажем, не будет проведен в Индонезии из-за политических каких-то разногласий. Плавное перейдем к казахстанскому футболу. Вот я много лет проработал здесь, и хочется знать, Тиагу следит за нашим футболом, за Чемпионатом, за сборной? Да, конечно, я слежу за Чемпионатом Казахстана всегда. Я слежу за такими командами, как Астана, Кайрат, Табу. То есть я всегда слежу, кто там становился чемпионами, как меняется расположение в таблице там команд и так далее. Также я слежу за национальной сборной команды Казахстана, конечно, так же. У них была последняя победа очень важная, как раз в квалификационном раунде Европы. Я всегда болею за Казахстан, очень душевно, потому что я проработал пять лет с ребятами из Казахстана. Для меня они остались в душе, в моем сердце навсегда. И я всегда слежу за сборной Казахстана, переживаю за них. И для меня матч сборной, когда Казахстан играет, это то же самое, что как будто бы играет сборная Бразилии. И, конечно же, я надеюсь, что в ближайшем, недалеком, так сказать, будущем, что Казахстан получит данную возможность выступить на чемпионате мира или на чемпионате Европы. Я считаю, что это будет очень важно для казахского народа. Затем Тиаго персонально может следить, болеет из наших футболистов в сборной или в клубах. Кто для него особенно так вот важен? Смотрите, именно за какими-то там именно казахстанскими звездами я так не слежу там и как они там, ну, как они играют и так далее. Я больше слежу за футболистами, с которыми я работал. За этих ребят я переживаю, то есть постоянно спрашиваю, играют, не играют, на каком уровне играют. Некоторые ребята уже закончили играть в футбол, некоторые стали тренерами, то есть проходят обучение. И это, наверное, переживание за этих ребят, которые у меня есть, потому что я видел, как они росли, начиная с Ю-15, как они доходили до профессиональных команд. Это, ну, мое вот это переживание, то, что есть. Так сказать, как отца, наверное, да. И многие из них, то есть нашли себя в каких-то разных вещах и так далее, и за это я очень рад. А следить именно за казахстанскими футболистами, которые выделяются, да, там, которые играют в сборную Казахстану, мне немножко сложновато, и я это не делаю, потому что у меня большая нагрузка в моей работе, потому что, помимо того, что вот сейчас мы с Бондой работаем очень много, приходится смотреть матчи, очень много приходится анализировать соперников и так далее. Помимо, есть еще моя работа в клубе, где то же самое нужно проделывать, и из-за этого как бы нет такого свободного времени, чтобы заняться чем-то другим. это всегда, всегда я делаю. когда Тиаго работал в Казахстане, вот этот проект был Олег Брузил, и потом Байтирек был, да, кто из вот того поколения, кто вот тренировался, у него вот рост на глазах, да, в общем, кого он считает наиболее талантливым, кто подавал надежды свою, определенные? То есть очень много футболистов дал очень много ребят, у которых был большой потенциал именно стать хорошими игроками. Это Шаихов, который мог играть на нескольких позициях, мог играть, получается, как крайнего нападающего, так и крайнего защитника. Также Магомед Парагульков, который очень хорошо выделялся на тот момент, очень высокий такой, как десятка, атакующий полузащитник. Он отличался своим интеллектом именно футбольным, и у него очень был хороший завершенный, последний вот этот пас. Мухтар Коламбеков, если не ошибаюсь, его фамилия, который очень хороший был как защитник, то есть у него, он достаточно был быстрый и очень, то есть видение поля и очень хорошая техника была для защитника, чтобы играть. И Сайфра Уан, у него был очень большой потенциал, который даже провел несколько лет в атлетике Каминейро в U20 в команде в Бразилии, но он очень имел очень хорошее завершение, бил с двух ног, то есть у него очень хорошая реализация была, то есть у него был очень большой потенциал именно быть в больших командах, заиграть в гол. То есть смотрите, в целом можно сказать, что у всех ребят, которые, то есть кто участвовал, кто проходил данное обучение в этом проекте Оля Бразил, была возможность, то есть был потенциал именно стать хорошими футболистами, заиграть на хорошем уровне, и где-то возможно некоторые могли бы играть в сборной Казахстана. Мое мнение, что именно специально об этом, то есть мое мнение, что, наверное, у нас не было согласованности с Федерацией футбола Казахстана изначально, чтобы продолжить этот проект, то есть не останавливать его так, как он заканчивался, то есть они проходили обучение, и вот был потом БТР, и все равно же потом потом, то есть не стал продолжаться этот именно проект, то есть, наверное, вот этого не хватило для достижения больших результатов. Я думаю, что Федерация и Говерн должны идти вместе, мы могли быть очень сильными. Понятно, вот этот вопрос был про наших футболистов, которых вел Тиаго, и такой вопрос, что им помешало сделать действительно шаг в футболе, и реализовать себя в профессиональном футболе, там даже, ну, можно сказать, в Казахстане, например, ну, не говоря уже о том, что там можно было там в зарубежный чемпионат отправиться. То есть, смотрите, я думаю, что именно как раз, наверное, одна из больших проблем была то, что не было продолжения работы непосредственно с этим проектом. Например, эти ребята были на протяжении трех лет работали в Бразилии, мы работали с ними, потом они возвращаются в Казахстан, они возвращаются в Казахстан в возрасте 18 лет. Это U20 только, допустим, в Бразилии, правильно, возраст, который проходит по категории. И когда мы приехали в Казахстан, у нас, нам создали, то есть, создалась команда БТВ, которая была создана во второй лиге Казахстана, то есть, именно в чемпионате Казахстана. И некоторым футболистам на тот момент еще было необходимо это время адаптации, то есть, именно возмужание, то есть, пройти допустим, чемпионаты дублирующих еще команд, где-то, наверное, чтобы они играли где-то против своих сверстников. То есть, именно в профессиональном футболе было очень рано давать возможность им играть. И некоторые ребята в той команде, в которой мы были, то есть, в бойцы, не имели возможности, не имели игрового опыта, не имели возможности именно играть, потому что у нас была высокая ответственность за результат. То есть, перед нами были поставлены задачи. то есть, на тот момент нам приходилось смешивать состав, то есть, ставить ребят, которые были более возмужавшие, которые были более подготовлены к игре с профессионалами. Мы их ставили в состав, смешивали с профессиональными уже взрослыми футболистами из Казахстана. И как раз поэтому некоторые футболисты, которые еще не были готовы к профессиональному взрослому футболу, они не получали этой игровой практики. И мы очень надеялись, то есть я очень верю в это, что второй год у нас будет отличаться от первого, потому что после моего разговора с руководством клуба нам сказали, что все, перед нами нет никаких задач, нет никаких там, не будет никаких задач там за результат. То есть вы можете работать спокойно, и мы надеялись, и мы ожидали, что этот год будет очень хороший, потому что он бы шел уже по-другому. То есть мы бы давали возможность уже больше времени игрового для тех футболистов, кто этого не получал в первый год достаточно. И как раз мы ожидали, что будут другие результаты. И поэтому, когда этот проект закончился, то есть каждый пошел своей дорогой. То есть, допустим, те футболисты, которые отправились там кто-то в свои клубы, кто-то остался в этом клубе, начал работать с другим тренером. Возможно, эти тренеры не понимали до конца потенциал данных футболистов. Возможно, у тренера была своя идея, как нужно играть, как нужно работать. У футболистов, возможно, еще какие-то были сомнения по поводу тех идей, которые они последние там 4 года тренировали и так далее. То есть, ну вот каждый начал уйти своей уже дорогой, как со своим пониманием, со своим взрослением. То есть некоторые дошли до профессиональных команд, некоторые как бы, ну, свернули с этого пути. Я думаю, что если бы мы вместе продолжили бы еще работать, я думаю, была бы большая возможность именно тех всех футболистов дойти до профессионального. То есть, до, например, Лиги Казахстана и закрепиться там большему количеству футболистов именно. Если мы продолжали вместе, то потенциал, чтобы они приехали дальше, было бы очень высоким. Вот, насколько я слышал, было много скептиков вообще от этого проекта в Казахстане. То есть не все воспринимали, там, ну, не понимали, может быть, пользуясь от этого проекта или, наоборот, что-то там свое видели. И вот такой вот вопрос. Тиаго, один из участников этого проекта, работал достаточное время. И вот сейчас его переход на новый уровень в сборную Бразилии. То есть еще молодежный чемпионат мира впереди. Это можно считать каким-то вот ответом, да, вот этим скептикам, вот этим людям, которые, ну, не верили как-то? Я думаю, 100% это, без всяких каких-либо сомнений. Я думаю, все вот данные люди, которые имели, ну, имели вот, как сказать, ну, имеют, возможно, свое мнение, они не были внутри данного проекта, они не жили день от дня, то есть не проводили это время вместе. То, что государство, именно, да, Казахстан сделало для этих ребят, допустим, государство Бразилии никогда бы не сделало. Вы же понимаете, да, что в футболе нет никакой, допустим, магической формули, где ты, допустим, отправил там каких-нибудь футболистов в какой-нибудь клуб, и, допустим, раз через три года они все будут станут футболистами топ-уровней и так далее. Такого нет, к сожалению. Поэтому в футболе всегда нужно продолжение работы, то есть она должна продолжаться шаг за шагом, нужно, то есть, не, так сказать, не заканчивать, не обрезать ее. Поэтому я говорю, что, наверное, была необходимость, чтобы и Федерация футбола была заинтересована в этом проекте, то есть, наверное, нужно было подписать какой-то меморандум, соглашение. То есть, представляете, если бы с помощью данных профессионалов, которые на тот момент находились в Федерации футбола Казахстана, этот проект мог бы получиться еще сильнее, еще лучше. То есть, и могло бы открыть еще большие двери для наших футболистов, которые были открыты, то есть еще больше возможностей. Я хотел бы рассказать одну историю. На тот момент мне было очень некомфортно. Я всегда говорил ребятам, да, ну, мальчишкам на тот момент, что мы являемся Казахстаном, то есть мы являемся представителями Казахстана, и мы готовили этих ребят, чтобы они представляли Казахстан, то есть футболки Казахстана, да, футболки сборной, чтобы на мировой арене и так далее, мы всегда их к этому готовили. И первый раз, когда мы приехали в Казахстан, сразу же, то есть мы же, сразу же первый матч, который мы товарищи провели, мы провели против сборной Казахстана Ю-17 на тот момент. То есть, и вот это я немножко не понимал, потому что, как бы, мы говорили ребятам всегда, что мы являемся, как бы, сборной, да, Казахстана, мы являемся представителями Казахстана, которые, да, там, лучшие ребята ездили в Бразилию обучаться. И тут же мы играем против сборной Казахстана, то есть смотреть, как бы, кто лучше. То есть, и получилось следующее, то есть нам говорят, сыграйте со сборной Казахстана до 17 лет, мы хотим посмотреть, есть ли, как бы, результаты, есть ли какой-то смысл в этом проекте, что дает ли он результаты. И получается, мы играем против сборной Казахстана, ребят, которые Ю-17 были отобраны специально, да, и своей командой, которые, ребята, были отобраны специально для обучения в Бразилии, То есть мы играем против этой сборной и мы обыгрываем их. Но в этом матче наши ощущения были, как будто мы проиграли. Потому что в тот момент мы почувствовали, что никогда ни я, то есть ни никто из ребят не будет играть в сборной Казахстана. То есть именно в той, которая была нашей целью основной. То есть мы эту основную цель перед собой ставили. То есть это, получается, была победа, но победителя не было. Впоследствии вот из команды Тиагу в сборную вообще кто-то из игроков же наверняка попал? Или никого не взяли? То есть после этого как раз там шесть футболистов из Бразилии, они летали в эту сборную Ю-17, то есть которые были приглашены. Но потом ребята мне сказали, когда они съели в сборную, они как бы сказали свои ощущения, что не было той и того сплоченности в сборной. То есть они как будто бы были сами по себе эти шесть человек, а тех ребят, которые были в сборной. То есть это чувствовалось, ощущалось. И есть такое ощущение, что на тот момент он не хотел звать наших футболистов, а позвал, наверное, потому что была какая-то... Ну, наверное, сказали позвать. Потому что после этой игры, когда мы выиграли, получается, это была игра зимой перед тем, как мы отправились в Бразилию, был большой прессинг со стороны прессы на то, чтобы позвать этих ребят в Ю-17 на отборочный раунд. Вот я слышал, что наши игроки там неплохо в Бразилии себя как бы зарекомендовали, когда тренировались, проходили подготовку. Какая разница в ментальности или еще в чем-то, когда они попадают отсюда и вообще на другой континент, в другой менталитет, вот с чем они наиболее сложным сталкивались там? Здесь, в Бразилии, футбол для нас как религия. Это намного выше, чем какая-либо другая вещь. Поэтому, когда мы воспитывали данных от футболистов, мы думали обо всем абсолютно. Но первая, одна из таких важных вещей, которые стимулируют футболиста, это доверие. Должен чувствовать спокойствие, то есть доверие тренера, чтобы проявить себя, чтобы показать себя во всей красе. То есть, что происходило? Когда мы начали работать с этими юными футболистами там в Бразилии, мы полностью убрали, сняли с них ответственность за результаты. И то есть, когда мы отправились в Казахстан, допустим, для сравнения, мы увидели, что в Казахстане постоянно большое давление. Надо выиграть, надо победить, надо выиграть. То есть, для футболистов, для детей, для, так сказать, для юных детей 17 лет, это очень большая ответственность для их возраста на тот момент. То есть, смотрите, и не хватало, то есть, и как мы приехали, да, постоянно тут давление на результат, а нам не хватало, наверное, чтобы некоторые футболисты, то есть, где-то играли бы в дублирующих там, да, командах по своему возрасту, где-то, может быть, подключались бы в первую команду, да. То есть, ротация вот этой именно игровых минут, игрового опыта, так сказать, не сразу бросать их в бой, там, за результат биться и так далее. То есть, если бы, наверное, так было, постепенное, планомерное планирование, подход, то, наверное, больше футболистов бы заиграл бы в высшей лиге Казахстана. Конечно же, не все бы заиграли, потому что, ну, в футболе это тоже нормально. Но если бы был такой равномерный, планомерный такой подход, то, возможно, и с первой группы бы заиграли ребята, и со второй группы больше человек заиграл, и с третьей группы, которые все были в Бразилию отправлены. И там, возможно, футболисты бы хорошо себя проявляли. И в U19, да, в сборных, и, возможно, некоторые бы в национальной сборной смогли себя проявить и заиграть. И это мое мнение, это не только мое мнение по этому проекту, который был сделан именно с Бразилии, то есть, когда ребята ездили в Бразилию. Мое мнение, что даже если бы Казахстан заключил бы меморандум с Испанией, с какой-нибудь командой, или с другими бы сборными, которые были названы, то, наверное, должен быть именно такой путь, вот как мы бы сказали. То есть, постепенный, равномерный, планомерный такой путь. Возвращаясь к сборной Казахстана, Тиаго, наверное, может, обзор, там, хайлайт видел, да? Такой вопрос, вообще, вот уровень нынешних игроков в сборной, вообще, насколько позволяет уехать из Казахстана в ту же восточную Европу, в Россию, не знаю, там, куда-нибудь? Такой потенциал общий у этой команды и у этих игроков отдельно взятых. Без всяких сомнений, мне кажется, есть футболисты, которые могли бы играть сейчас в ближайшей, вот в восточной Европе или где-нибудь в какой-нибудь команде чемпионата России. Я думаю, без всяких сомнений они бы могли бы играть спокойно. Уровень футбола Казахстана, он сильно подрос с того момента, когда последний раз я был именно в Казахстане. По сравнению с тем, что, допустим, когда я был в последний раз, инфраструктура в командах стала лучше. Тренеры, они прогрессируют с каждым разом, то есть уровень тренеров в чемпионате, он вырос, уровень футболистов, он тоже повышается постоянно. Я думаю, без всяких сомнений, то есть эти ребята могли бы играть, да, в каких-нибудь ближайших там зарубежьях или в чемпионате России, и также могли бы играть там в чемпионате Бразилии, потому что мой клуб, допустим, например, Куэтиба, находится в Северной А, то есть в высшей лиге Бразилии, они наблюдают за казахстанским рынком. Это исходя от того, что Казахстан сейчас очень хорошие результаты именно международно, то есть на международное не показывают. То есть это как плоды. Ну это какая-то вот нетипичная история, обычно же Бразилия поставляет игроков, причем разного уровня, в любых количествах, там, в разные страны, а тут Тиаго говорит, следят за Казахстаном, то есть кого-то можно теоретически пригласить в Бразилию, а как он себя проявит там вообще, потому что, ну разница же есть в этом, в уровне футбола, там, в философии, да, вот в этом вот. Да, именно так, смотрите, если вы свидетели за нашей командой Куритиба, у нас есть 8 иностранных футболистов в нашей команде. То есть для Бразилии нетипичная, опять же, с легионерами, да, история? Смотрите, да, это абсолютно, то есть нет никакой проблемы, потому что для нас важно работать именно с хорошим футболистом, будь он там китайец или японец, или какой-то другой национальности, если он хороший футболист, для нас это приятно с ним работать. Спасибо большое, а бригада, желаем успехов, вот, и чтобы путь Тиаго в сборной Бразилии был как можно дольше и как можно ярче. Хотел бы сказать спасибо вам за эту возможность, за данное интервью, то есть я хотел бы также, то есть мне было приятно пообщаться о моей карьере, да, то, что вы просто задавали также немножко о проекте, в которой, частью которого я являлся, и я горжусь тем, что я являлся частью этого проекта. Поэтому я хотел передать теплый и большой привет казахскому народу, всем тренерам, всем футболистам. И очень сильно ожидаю, что Казахстан добьется той возможности именно попадания на чемпионат Европы или на чемпионат мира, то есть в ближайшем коротком будущем, и что у них это все получится, и только желаем удачи. То есть Казахстан всегда в моем сердце. То есть и это правда, потому что когда я работал с футболистами, то есть и когда я работал в Казахстане, я практически работал бесплатно. Спасибо. Взаимно. Спасибо. Спасибо.